Друзья, всех приветствую, с вами Александр Свар, заехал на очередной объект и как обычно хочу рассказать и показать что будет производиться. Это новостройка двухкомнатной квартиры, мне предстоит здесь заменить три стальные конвектора застройщика, устанавливать я буду трубчатые стальные радиаторы зендер. Работа будет производиться без отключения стояков отопления по технологии заморозка труб. Вот аппараты, которые позволяют производить такие работы. В данном случае я уже демонтировал конвектор, вот он стоит, срезал немножко, укоротил подводящие трубы для того, чтобы вывесить новый радиатор. Так я буду делать со всеми, то есть работа делается в два этапа для того, чтобы освободить пространство, место для установки нового радиатора и потом повторная заморозка и уже подсоединение. Буду подсоединять также на стальных трубах и пресс-фитингах Ego Megapress. Вот еще оставшиеся два радиатора зендер, они уже собраны, ждут своей очереди для установки. Так, из спальни у нас еще один конвектор. Вот так это все сейчас выглядит от застройщика. Так, вот трубы. Это то, что я буду использовать для подключения новых радиаторов. То есть я буду гнуть трубогибом, для того, чтобы было меньше лишних соединений. Аккуратненько уточки выгибать. Ну что, друзья, пока на этом все. Смотрите продолжение. Друзья, и небольшое прямое включение. Я хочу показать финальный этап работы, чтобы было понятно, что действительно я произвожу работы без отключения с лица стояков отопления, даже в отопительный сезон. Вот у нас в данном случае двухтрубка. Я замораживаю отводы. Я использую два аппарата. Первая колодка предохлаждающая, вторая уже полностью охлаждает и замораживает. Вот подводка труб. Использую стальные ВГП трубы. И так как варить заморозки нельзя, использую пресс-фитинги, муфты соединительные у компании Viego. Называется это Megapress. Очень надежное, долговечное соединение. Ну, фактически замена альтернативы сварочных работам. Так, аппаратики. Давно уже работают в компании Rems. Frigo 2. Надежные. Ну что, пока на этом все. Смотрите финальную часть ролика, где я покажу то, что у меня получилось. Друзья, и снова я, как и обещал, показываю финальную часть своей работы. Вот то, что у меня получилось. Значит, ну давайте повторюсь. Я производил замену радиаторов, конвекторов от застройщика. Устанавливал, подключал вот такие вот стальные трубчатые радиаторы Zender. Особенность подключения в том, что производил я эту работу по технологии заморозка труб, то есть без отключения и слива стояков отопления. Вот такие вот стоячки, все клевое. Ну, не обращайте внимания, это все будет зашиваться гипсокартоном. То есть вертикальные стояки их точно видно не будет. Значит, производил, как сказал, заморозка труб. Вот, трубы использовал для подключения подводящие стальные ВГП, то есть тоже те же самые трубы, что использовались по проекту от застройщиков. То есть я не меняю тип материал труб, это очень важно. Часто мне говорят, да надо было полипропилен сделать и не мучиться. Ну, друзья, здесь понятно, что полипропилен проще, наверное, будет. Но здесь задача сделать именно более надежной, качественной. Если по проекту сталь, значит, нельзя менять самостоятельно на пластик. Это запрещено. Хомутики безболтовые для того, чтобы зафиксировать стоячки, чтобы когда с ними цердят, чтобы они были в состоянии подвешенным, так скажем. Вот. И подключение, то есть само соединение я делал на стальных пресс-фитингах от компании Виега. Называется система Мегапресс. Вот такая вот надежная. То есть особенность то, что позволяет соединять стальную ВГП трубу. Особенно вот в тех случаях, где нет возможности провести сварочные работы, как, например, в данном случае при работе с заморозкой труб. Очень надежная. Вот. У них, значит, срок службы эксплуатации это 50 лет. Температура до 110 градусов. Значит, 16 атмосфер рабочее давление, 64 испытательные. То есть такое соединение разобрать не получится. То есть вытащить трубу, только не распилив фитинг. Вот даже компания Виега позиционируется, как замена альтернативы сварочным работам. Вот. Что еще? Ну, хомутики я уже сказал. Безболтовые красите в цвет трубы. Смотрится красиво и аккуратно. Так. Вот запорно-регулировочная арматура. Это вентили, фар. Это не термоклапана. Я их, честно, на центральных системах не очень термоклапана рекомендую. Хотя вещь хорошая. Но для коттеджа, где своя водичка, свои трубы, пожалуйста. В данном случае более рационально, как мне кажется, использовать именно вентиля. Запорно-регулировочный. Можно перекрыть теплоноситель. Если жарко, то есть регулировать тепло. И можно полностью перекрыть и снять на время ремонта. Для того, чтобы произвести, например, шпаклевка, поклейка обоев. Не требует установки дополнительной запорной арматуры, шаровых кранов и прочих. То есть смотрится красиво, аккуратно. Вот. В принципе, наверное, все. Давайте посмотрим последний, третий радиатор в спальне. Ну, все. Подключение здесь классическое, боковое. Ну, здесь известно точно, где у нас подача, где обратка. У нас здесь стоял конвектор со встроенным термоклапаном. Поэтому это все легко определялось. Вот. Ну что, друзья. В принципе, на этом все. Спасибо всем за просмотр. И до новых встреч. С вами был Олег Сан-Свар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова